Добрый день, друзья! Позвольте вам представить очередной шедевр сумречного бутафорского гения, поставленное стандартные отечественные условия, сделать декорации, арт-объект из ничего, быстро, дешево и хорошо. Решается эта задача, как обычно, применением самого дешевого из доступных материалов, сильно очуменных ручек и примерно таких же мозгов. По итогу возникает некий способ, технология, позволяющая все вот это, и это, и это, делать из материалов практически равноценных мусоров, а именно из строительного компенсационного мата, применяемого для изоляции трубопроводов, закопанных в землю. То есть большой ряд изделий, включая декорации, бутафорию, доспеси, оружие, металстыкованных цепей, чугунных и т.д. Поинтересно, материал с пельным пистелем оказался в обработке существенно проще пенопласта, при этом не требует покрытия дополнительным материалом, так как не разъедается микрокрасками, но отличный пенопласт. Кроме того, не гниет и не боится влаги ни в каком виде, ни при каком градусе холода. Экологически чистый, это по сути тот же полиэтилен, в который упаковывают свет. То есть подходит для изделий, применяемых в детских игровых площадках на открытом воздухе, туэстов и для киносъемочных декораций. Если при хранении влага попадается в поролон, используемый в большинстве ростовых костюмов, то этому изделию может прийти безвременный конец. В любом случае поролон и пенопласт, течение времени портится и распитается. Поэтилен же таким напастьем неподвесный вообще. Он вечный кавкащей, чей вам всем желаю. Оптимально для применения в уличных ад объектов, масштабных конструкций, фестивалей, карнавалов, прочего народного гуляя. Тем более, что полный для этого все больше и больше вкладен на уровень. На этой жизни, как вы знаете, ноги позвольте закончат, а технология защищена патентов. Куда мне вас определить? Ничего, все хорошо. Посмотрим. Знаю! Пуфиндуй! Ха! Еще один Уизли! Разумеется, я знаю, что с вами делать! Грифидар! Грифидар!